Сегодняшняя тема Это подтвердили два эксперимента. Они описаны в издании Science Advances. В первом участвовали 17 чемпионов, участников мировых состязаний по запоминанию, в которых в основном требуется «быстрая память» и 16 обычных людей, соответствующих им по возрасту и интеллекту. Во второй части исследования выбрали 50 участников, которые ранее не обучались никаким методикам запоминания. 17 из них в течение шести недель использовали метод «дворец памяти», остальные участники были в контрольной группе, 16 из них обучались другой методике запоминания, а 17 не тренировали память вообще. Для проверки результатов всем участникам эксперимента предложили длинный список слов и попросили запомнить их по порядку. Оказалось, что лучшие результаты запоминания продемонстрировали участники группы, использовавшие метод «дворец памяти». Они смогли вспомнить больше слов, как через 20 минут после того, как их увидели, так и через 24 часа. Ученые также протестировали участников спустя 4 месяца, и снова метод «дворец памяти» показал лучшие результаты. Группа, его использующая, вспомнила в среднем 50 слов, в то время как группа, тренирующая рабочую память, 30 слов, а те, кто не тренировался, 27. Ученые провели МРТ-сканирование мозга участников и обнаружили еще один удивительный факт. У чемпионов, участвующих в турнирах по запоминанию, и у обычных людей, использующих метод «дворец памяти», снизилась нейронная активность в нескольких областях мозга, которые играют роль в обработке пространственной памяти. Это говорит о том, что запоминание побуждает мозг работать более эффективно, сказала автор исследований Изабелла Вагнер, нейробиолог Венского университета. По ее словам, почти каждый может научиться использовать методику. Очевидно, что это требует времени и регулярной практики и, следовательно, может не подходить для всех, но определенно можно натренировать память и достичь ее высокой или даже исключительной производительности, заявила она. Ставь лайк и подписывайся.